Всем привет! В эфире свежий выпуск Заметок в Черкесии и сегодня мы поговорим о княжеской фамилии Убыхов, известной в истории этого народа, о фамилии Берзековы, также известной как Берзек, Берзек или Барзак. Берзеки это Убыхский аристократический род, верховные владетели Убыхии и влиятельнейшие семейства на Кавказе 19 века. Казым Берзек, потомок знаменитого рода, проживавший в Турции, написал длинную работу по черкесской армии в рядах Османской империи и о знаменитых выходцах из рода Берзеков на Кавказе и в Османской империи, где раскрыл на основании устных источников некую легенду о происхождении рода. Она состоит в том, что якобы 1500 лет назад жили два княжеских семейства, которые постоянно сильно враждовали друг другом. И в конце концов одно из семейств всех мужчин другого семейства уничтожило. Осталась одна беременная женщина, у которой должен был родиться первенец, ну точнее ребенок, и решили, что если родиться мальчик, то его убьют. А потом родился все-таки этот мальчик, но они его спрятали, но они его спрятали в сенеке, и пока он рос, его прятали от чужих глаз. Таким образом он вышел и впоследствии получил имя Берзек. От него уже пошли четыре сына, Емин, Дегу, Бабук и Канбулат, от которых вошли четыре линии фамилий, соответствующие четырем родовым знакам, которые принадлежат убыхскому роду Берзек. По источникам 19 века эта фамилия являлась одной из самых влиятельнейших в Черкесии, в частности в убыхи. Фактически они вправили все убыхи, начиная с начало, точнее с двадцатых годов 19 века и до самого их изгнания в конце войны Кавказской в 1964 году в Турцию, в Османскую империю. В их роду был очень развит обычай оталычества, то есть принятие на воспитание других аристократов, князей из других соседних времен. В частности там среди убыхов воспитывались дворяне Абхазии, Джигетии, то есть абазино-абхазской части, амбадзехов, баслинеевцев, шапсугов, натухайцев и тимиргуевцев. В частности у тимиргуевцев это князь Жамулат Балатоков, который мы упоминали как-то в прошлом выпуске. Он, значит, Хаджи Берзек был вторым его атлыком, а вторым, точнее, воспитателем, который он его украл. Даже у них там какой-то был спор с кабардинскими владителями по поводу того, кто же будет воспитывать этого князя. При этом мы понимаем, что тимиргуевцы это основной княжеский род западных адыгов. А еще известно также, что считается по одной из версий, что абадзехская фамилия Берзеч является ветвью их рода, а также прорывающей в Абхазии фамилии Берзения или Барзания. В 1830-х годах их род Берзековых составлял более 400 семейств, проживающих в аулах. У каждого семейств было от 5 до 20 рабов и располагались эти аулы в долинах рек Сочи, Дагомыс и Шахе. Также Берзеки образовали единый клан с шапсувским родом Шупако или Супако, проживавшим в долине реки Шахе. В то же время известно, что они очень сильно враждовали с родом Аубла или Аблагу. Это княжеский род, у которого владения аулы были на побережье Убыхии, в частности в том же Сочи. Самый центр был владительный княжеский аул, центральный был в центре современного Сочи. Сам этот род, он очень разнится по источникам, к кому же все-таки он относится. Скорее всего, понимаем, что он убыхско абхазино-абхазским, таким вот смешанным, причем с преобладанием именно садзов абхазинов с большим абхазским элементом и большим, скажем так, с диалектом, очень близким абхазскому языку. И судя по родственным связям с абхазским родом, не ошибаюсь, чадьба, можно говорить о том, что Аублород ведет свою родословную все-таки от абхазских владетелей. Тут как бы встает вопрос о том, что мы знаем, допустим, что абазин Убыхи выдавили из того же Лоу на северной территории, абазин Тапанта, но вот получается на этой территории Приморской нет. И по многим исследованиям получается, что по сути так и было, что граница Убыхов проходила примерно по территории вот примерно 20 километров с северу от Сочи, то есть до побережья они не дошли к владения аберзековых, но только в конце войны они политическое влияние уже полностью распространяли на всю Убыхию, но это было политическое влияние. А собственно, род Аубла пытался защищаться тем, что переселял тех же садзов в эту пограничную территорию, сделав такую прослойку между аберзековыми и убыхами и своими территориями, на которых убыхие претендовали и постоянно враждовали с ними. При этом известно, что род Аубла старался не смешиваться с аберзековыми, но известно также, что вот это вот противостояние у них усиливалось в том числе из-за того, что с появлением русских крепостей, в частности, на побережье Сочи, когда русские войска прямо высадились в самый центр аула Аубла Алихана, то есть владителя рода Аубла, и в общем-то разгромили и построили там крепость свою, что в общем-то вообще трэш был для них. И как бы на территории Мзымты, да, в устье Мзымты появлялась эта крепость, которая связала по рукам и ногам садзов. И Аубла Алихан, он постоянно находился на передовой, что называется, в тылу русских войск, то есть любые действия военные, которые могли происходить, и в том числе возбуждаться самими убыхами от их нападений на крепости, они в первую очередь начинали с его земель, и он первый попадал под огонь русских войск, поэтому он стремился постоянно попасть в русское ползанство, что очень сильно не нравилось убыхам, которые были непримиримыми врагами русских до самого конца войны. Известно, в Берзеке мы смогли выставить в бою до трёх тысяч воинов, обладающих полноценной войсковой дисциплиной и распределением функций, что было в общем-то не свойственно их соседям, которые воевали хаотически, массой брали. Здесь убыхские войска отличались именно от европейской дисциплины, то есть распределением ролей, то есть кто-то в тыл идёт, кто-то разведчики, кто-то группы поддержки, артиллерии, медики, то есть такое вот чёткое распределение было, дисциплина большая. Также Берзеки вели широкую торговлю с Турцией, у них очень было развито мастерство, то есть изделий, в том числе оружие выготавливали они. Во главе с родом Берзеком в ходе 35 лет в Кавказской войне в Закубании на Черноморском побережье Кавказа, в том числе на территории Абхазии, значит с освободными обществами абазин, абхазов и западных адыгов они проявили сотни боевых операций против русских войск. В том числе они очень сильные потери несли убыхи за весь этот период в этих операциях, так допустим род Берзековых, Хаджи Берзек старший потерял в нём в войнах с русскими девятерых сыновей, его племянник Керентух Берзек, последний князь убыхов, двоих из четырёх сыновей. По свидетельствам очевидцев во время нападений допустим на крепости, в частности на Навагинский форт в Сочи, убыхи нанесли Раевскому серьёзный урон убитыми примерно 600 солдат и офицеров и в течение только одного например 1846 года во главе с родом Берзековых убыхи дали 88 боёв по всей Черноморской береговой линии. Ну естественно не сами личные, а там не только убыхи участвовали, это были совместные акции с черкесами, абазинами, свободными абхазами, но так или иначе под их руководством. В 1964 году после окончания Кавказской войны, и надо понимать, что оканчивалась она как раз таки на территории убыхи, хотя последняя точка была поставлена у абазин южного склона горных абазин в горных обществах. Но как бы вот последнее самое большое сопротивление оказывали убыхи и значит после битвы в крепости Годлик они собрались, советовались там князья отдельные с владетелем Абхазии, принявших подданство России Михаилом Шарвашидзе на этот счёт, но как бы он видимо не поддержал их и они приняли решение эти князья вместе с народом на общих собраниях полностью выселиться всем народом в Османскую империю в Турцию. Что в общем-то и выполнили полностью выселившись с территории убыхи. В Турции они принимали активное участие в событиях турецкого общества. Во время русско-турецкой войны 77-78 года убыхи во главе с Хаджи Кернтовым Берзеком, последним из князей убыхских, которому уже 88 лет на то время успешно действовали в отдельных своих отрядах против русских войск на Балканском фронте. В частности, из рода Берзекова в Турции вышла немало известных, достаточно существенных государственных чиновников и генералов в Турции. Во дворе султанов они всегда принимались официально по протоколу, сотрудничали со всеми султанами, а также позже с установлением Турецкой республики с Мустафой Кемалем, были министрами-членами правительства Новой Турецкой республики и в настоящее время этот род в Турции насчитывает около 130 человек, среди которых известны в диаспоре писатели-историки, юристы, врачи, преподаватели, инженеры, экономисты, в общем все сферы деятельности задействованы. Но я предлагаю обратиться непосредственно к двум очень известным личностям, самым ярким, наверное, представителям этого рода Берзековых. Первый из них это Хаджи Исмаил Дагамука Берзек, если более кратко Хаджи Исмаил Берзек. Родился он в 1663 году в ауле Мытыхуаса, это современное село Пластунка на территории нынешнего Сочи к северу. Он являлся предварителем, то есть князем убыхов из рода Берзеков в родовой ветви Дегу, один из самых известных убыхских лидеров в истории, который очень длительное время возглавлял именно эту борьбу с продвижением Российской империи на Кавказ. Причем борьбу не только убыхов, а пытался объединить всех причерноморских, черкесов и абазин. Джеймс Белл, английский агент, путешественник, который очень долгое время находился в Сочи, учил убыхов пользоваться артиллерией, оружием, объединительную деятельность продвигал активные связи с Англией. Он отмечал, что каждый Берзек может послать на поле сражения до 150 человек, потому что у них все крепостные и вооруженные. А весь род выстроил до 3000 воинов. Политический военный потенциал рода укреплял союз с Чишхако, крупной феодальной знатью черноморских шапсугов. В 1823 году, после смерти Садгирея Дагомука Берзека, возглавлявшего убыхское ополчение в начале 19 века, Исмаил Берзек был избан князем старшиной и рода и военачальником всех убыхов. Его описывали как высокого человека с красивыми, живыми и серыми глазами, с большим влиянием определенным не только принадлежностью к сильнейшей фамилии, но и званием хаджи. И каким-то таким талантом, энергичностью. Известно, что он несколько раз ходил в хадж в Мекку за всю историю. Причем последний хадж он совершил в очень преклонном возрасте. В старом был. Впервые в русских источниках он упоминается в 1826 году, когда через посреди старшапсугских феодалов из рода Шипако, он пытался вести переговоры с русскими военачальниками. Именно тогда считается, что к нему пришло осознание того, что самостоятельно им не справиться, и что необходимо в Черкесии начинать какие-то объединительные действия. То есть объединять их в некий союз черкесов, который мог бы оказать сплоченное сопротивление русским войскам. Начиная с 18-го года он начал заниматься, пытаться продвигать такой союз среди племен, но пока только про Черноморской территории, то есть прибрежных черкесов. Этим он и занимался в следующие больше, чем десятилетия. К концу 39-го года ему все-таки удалось объединить в один союз все население между Туапсей и Гаграми. К этому периоду относится такая ремарка Джеймса Белла, англичанина, в отношении него. Он называл его «Черкесский Вашингтон» за схожесть этой идеи объединения. То есть штаты объединял племена. Будучи в преклонном возрасте, около 70 лет, в 1835 году при штурме убыхами Гагр во время зимних походов на Гагр против тех из Абхазов и Абазин, которые перешли в подданство России, он получил тяжелые ранения. Но в 1936 году он выкарабкался и уже командовал новым отрядом во время очередного набега. В 1937 году он участвует от имени всех убыхов и всех повстанцев в переговорах с полковником Розеном в связи с постройкой крепости на Ваггинской устье Сочи русскими войсками. Они пытались понять, как изменится обстановка в убыхе в связи с постройкой этой крепости. В этот момент эти объединительные действия привели к тому, что убыхи стали центральным собирающим вокруг себя народом. Берзеки стали магнитом, который объединял вокруг себя черкесов, именно подчиненных идеей сопротивления русским войскам, но именно причерноморских, в связи с наличием крепостей Черноморской береговой линии. Отдельный фронт свой происходил у черкесов. При этом он умел привлекать на свою сторону и черкесов северного склона. В частности, те же абадзехи участвовали активно в набегах. В частности, под его командой 70-летнего старика с огромным авторитетом был организован ряд нападений на русские форпосты. Это крепость Лазаревская, которую они взяли штурмом. Это Велиминовская Туапса и Михайловская Чепсиновка, современной архипа Осиповки. Прытались они захватить форты Святого Духа и Головинской и Новагинской Сочи. Причем очень сильно пострадал сочинский форт. Они, грубо говоря, его практически захватили, лишь небольшой гарнизон где-то заперся. И только подмога со стороны Абхазии, подоспевшая вовремя, спасла от полного поражения. Новагинский форт полного захвата. При этом стоит отметить, что двумя годами ранее, в 1939 году, ему удалось собрать первое черкеское собрание чуть севернее Адлера, где были представители Шапсухов, Абадзехов, Убыхов и Натухайцев. Где они приняли решение о том, что всякие переговоры с русскими властями они прекращают. Всех, кто пытаться переговоры вести, будут наказывать. Объединяют все свои силы. И вырабатывают эти правила запрета, в том числе и торговли с Российской империей. В 1941 году Хаджи Берзек организовывает карательные походы, повторные против абхазских родов, подчинившихся русским войскам, либо не подчинившимся, но при этом не принимавшим особого участия в объединительной борьбе. В этот год джигеты подчиняются российской власти, переходят в подданство, и образуется джигетское приставство, что было воспринято очень негативно убыхами. Само появление такого приставства практически на границе на восточной Субыхе несколько изумило, наверное, ряды убыхов, берзеков тем, что как так они нападали и силой угрожали, и кнутом, и пряником, а все равно не получилось. В то же время у абадзехов появляется имам Шамиля Магомед Амин, который начинает свою административную реформу, свою объединительную деятельность на основе шариата, что входит в противоречие с убыхской концепцией на основе княжеской власти, как это было у Сифербея на тухайцев. В частности, Амин посылает к убыхам своих послов, у него появляются последователи в убыхе, и в том числе и у облахана на побережье тоже такие последователи появляются, которые, в общем-то, начинают проповедовать ислам такой радикальный, начинают в рощах кресты снимать в древних рощах, в общем, самодеятельность разводить такую, что очень возмутило убыхское население, в том числе из рода Аубла, абазина-абхазоубыхская. В едином порыве вся эта территория убыхи восстает против этих действий, поскольку это население, это территория, оно было очень консервативное, если Аублахан принимал мусульманство, то есть они уже вроде как себя воспринимали мусульманами, но более мягкого толка, то убыхи, Берзекова, они вообще более языческими толка были, они с мусульманством не сильно дружили, очень консервативное общество было, особенно среди простого народа, и это вызвало возмущение, в общем, выгнали всех этих посланцев Амина, и, в общем, всякий, ну, как бы, холодный нейтралитет установился между Амином и Берзековым. При этом, как бы, помогло и то, что шапсуги тоже не приняли Амина, они были союзниками убыхов и, в общем, не единофронтом выступили против него. В 41-м году в связи с появлением Джигетия Берзек попытался выйти на мировую с русскими властями, в частности, он вел переговоры с Анрепом Эльмптом, боевым генералом русским, но за это убыхи, простой народ выразили ему недоверие, то есть, пошатнулся его авторитет и даже арестовали его, но затем отпустили, и в том же году он возглавил убыхов и абадзехов, Джигетов свободных, в восстании против карательных экспедиций Анрепа. То есть, он как бы население настолько не поддержало, настолько не готово было поддерживать применение с Россией, и тут надо отмечать, что убыхов общество не было полуфеодальное, то есть, у них не было абсолютной власти княжеской, все-таки у них очень сильно князья прислушивались к мнению народа, и народ очень многое решал. Если народ так решил, то он вынужден был подчиняться народу. Народ решил сопротивляться России, и они вынуждены были продвигать эту линию и дальше. Итак, к 1946 году, уже в достаточно преклонном возрасте, Хаджи Исмаил Берзек совершил второй Хаджмеку, из которого вернулся, заболел и скончался после этого, уже по старости лет. И после его смерти во главе с сопротивлением встал его племянник Хаджи Берзек Керантух, который участвовал и в Хаджи с ним, и участвовал в боевых действиях во многих. То есть он был не зеленым новичком, а опытным бойцом, опытным последователем его политики. Ему суждено было стать последним князем Убыхов, сын Хаджи Берзека и племянник Хаджи Берзека Измаила. В 1939 году Дагамук Берзек совершил свое первое полуничество в Хаджи Мекку. В 1941 году он выглавляет ополчение Убыхов, нападавшее на территории Абхазии, против генерала Анрепа, под руководством его дяди. Дядя, грубо говоря, всей политикой руководил, а непосредственными отрядами его племянник Дагамука. Считается, что это было одно из самых кровопролитнейших сражений там происходило за весь период Кавказской войны. В 1946 году, после смерти своего дяди, как я уже сказал, он стал главой всех Убыхов и продолжил его объединительную деятельность среди черкесов, развил ее до того, что к 1960 году у Убыхов появился даже свой первый парламент. Это был мусульманский представительный орган собрания черкесских народов побережья, для которого специально даже построили комплекс деревянных строений на левом берегу Сочи, около ее устья. Как мы видим, здесь уже рот Аугла попал в полное подчинение роду Березеков. Именно в этом парламенте была принята декларация независимости черкесов, разработанная при посреднице англичан, которая потом рассылалась в европейские города, в Турцию с просьбой о помощи в борьбе с Россией, в признании Черкесии независимости и просьбами о помощи. До этого известно, что в Черкесии пытались обратиться делегаты в Санкт-Петербург с просьбой об остановке военных действий. Некоторые даже были готовы сдаться, чтобы их оставили на родной земле. Однако в России к тому моменту уже было принято решение о выселении их либо на Кубань, либо в Турцию. В то же время они получили отказ из Санкт-Петербурга в своих требованиях, в том числе признание независимости. Со стороны Турции в очередной раз пообещали прислать войска, но это было очередное пустое обещание, которое ни к чему не вело и убухи им особо не доверяли. В результате начались объединительные действия в попытке собрать уже единое государство, объединить войска приближных черкесов. Но промежуток временной и конец уже войны не позволило это сделать, поскольку на тот момент началось масштабное наступление русских войск уже на Черкесию. Сроки уже были все упущены. И это ни к чему не привело. Но в 1961 году на завершающем этапе войны Кавказской Хаджи, выступая как бы главным объединителем и центральным князем, объединяющим Черкесию, ему уже было к тому моменту 60 лет. На этот момент у него был даже такой эпитет, как черкесский Шамиль, точнее убыхский Шамиль. Однако боевые действия вот эти не привели к успеху, убыхи отступали. Сначала известно, что они допустим, если в первое время они делали нападение аж до Кубани доходили, то есть через зелье черкесов отряда свои водили, то теперь они отступали, уже защищали свои непосредственные границы убыхи. 18 марта 1964 года после поражения этой молодой партии убыхов, горячей молодой партии убыхов на реке Годлик, у крепости Годлик на речке Годлик, князь Хаджи Дагамука Берзек после долгих завещаний с Михаилом Шарваджидзе, абхазским владителем, потом завещание со своими родовыми старейшинами убыхскими, вместе со всем народом, покинул Черкесию и эмигрировал в Османскую империю. После прибытия в Стамбул, он там был принят самим султаном турецким Абдул-Азизом, который предложил ему, чтобы он вместе со своим семейством проживал в Стамбуле, однако Берзек отказался, поблагодарил монарха и вежливо отказался, и принял решение выбрать место жительства в округе Маниас, где поселился в селе Юникей в окружении других убыхских поселений среди своих соотечественников. Именно он, как я уже упоминал, в последней русско-турецкой войне 77-808 годов на Балканском фронте участвовал пятитысячным конным отрядом убыхов в русско-турецкой войне. В 1881 году Хаджи Берзек скончался в преклонном возрасте, был похоронен на родовом кладбище в том самом селе Юникей. Как я уже упоминал, у него было четыре сына, два из которых погибли в боях с русскими войсками еще во время русско-кавказской войны, а двое оставшихся, ислам-бей и тевфиг-бей остались жить в Испанской империи и продолжили род Берзек. Что касается рода Аубла, который стоит тоже упомянуть, его яркий представитель Аубла Алих Ахмед, который проживал примерно ориентировочно в начале 19 века, до конца войны, кавказской примерно, являясь по одним из версий, его относят, как здесь упор говорят про убыхов, допустим, к обществу Саша. По речке Саша, Сочи, Сочи-писта, по-разному. Считал, что он имел глубокие связи с абхазским родом чачба, абазинскими княжескими фамилиями. Их владения простирались от Мамайского хребта до реки Хоста, то есть это центральный район современного Большого Сочи. Также у него имелся большой, довольно суровый флот, за кораблями которого много десятилетий подряд охотились корабли Черноморского флота. То есть это такие пиратские корабли, которые быстрые, юркие, постоянно тревожили русский флот, в общем, давали жару. Резиденция, как я уже упоминал, находилась у склона горы Уэблагу, она известна сегодня как Гора Батарейка. То есть, по сути, это вот Приморский вокзал Сочи, это центр, в общем-то, главного родового аула, рода Аубла. В их подчинении находилось 70 фасальных дворян, владевших в имени отдельными аулами. При этом считается, что ни с шапсугами, с которыми они с запада ограничили, ни с горными убыхами, они не вступали в родственные связи с лидерами, в частности, этих этносов. И, как я уже говорил, они постоянно враждувались Березековыми. И, как бы, к концу войны, в последние десятилетия войны, полностью попали в политическое влияние Березековых. То есть, были, можно сказать, порабощены убыхами. Путешественник первой половины 17 века Явле Череби писал, что земля народа Садша, как он их называл, с числа абхазов, могла выставить поход до 10 тысяч вооруженных воинов. Сопорождение владителя Садша Аубла Али-Ахмеда при его поездке к владителю абхазского княжества Михаилу Георгиевичу Ширваншиндзе составляло 300-400 всадников. В 1935 году Тарнау, находившийся тогда как раз в Абхазии, еще не посетивший Сочи в своем первом путешествии, сообщает об Али-Ахмеде, что племя это ему повинуется, хотя не во всех случаях. Особенно влияние его упало с того времени, как туземцы, неизвестно по какой причине, стали подозревать его в тайных сношениях с русскими. То есть, вот эти попытки замирения с русскими, получить подданство, и среди населения, скажем так, приморских убыхов, условно говоря, общества рода Аубла, оно встречало тоже неприятие. Соответственно говоря, как я уже упоминал, в 1938 году они выталкивали из своих территорий последователей Амина, которые устраивали надругательство над рощами, над крестами, находившимися в этих рощах. И вот накануне постройки Новагинского фурта в Сочи русскими войсками, тот же, допустим, Хаджи Берзек был абсолютно уверен в неприступности своих гор. Он изначально, в общем-то, у него психология так была построена, что русские войска это где-то там, далеко вот они. А мы где-то здесь в горах, глубоко вообще в этой убыхе, черт знает где, до нас вообще никогда не дойдут. Ну, в какой-то мере он был прав, до похода в Тарнау, в общем-то, в русской власти вообще не имели никакого понятия о географии вообще Черкесии, тем более убыхе, о расположении там аулов, количестве этих черкесов, их вражеских сил, ничего не было. Даже, ну там, топонемика неизвестна была, топография. Тарнау, по сути дела, первую разведку провел, а полноценное узнали только уже в конце войны, после войны, когда уже все массы войск прошли по этим территориям. И вот, накануне высадки десанта, как бы, об этом, ну, слухи об этом, естественно, ходили среди черкесов, и если берзеки не проявляли особого беспокойства, думали, что это неприступно, то Алихан, он, хоть приготовился к обороне, но не был сторонником ожесточенного сопротивления, боялся, понимал, как бы, что силы не равны, опасаясь за сохранность своих родовых владений на побережье. Как отмечал англичанин Бейль, все сопротивления убыха в иске русского десанта и возведению крепости, а убыхами он называл, в том числе, и этот рот обла, они носили в основном стихийный народный характер, не имели какой-то такой, ну, скажем так, плана определенного, да, обороны. И все-таки до последнего они не ожидали, что будет высадка в густе Сочи. Тот же Бейль упоминает, что когда он находился на Конгрессе, первом, вот этом, северная длина Альера причерноморских племен, сообщал, что Али Ахмед был почти изгнан с Конгресса, так как заявлял о необходимости покориться России, опасаясь, собственно, за свои владения, что они именно первыми пострадают в тайных действиях. И тогда Хаджи Берзек предложил много усилий, чтобы нейтрализовать возникшие вот эти волнения в Конгрессе, пораженческие настроения. Считалось, что, естественно, Аблахан прозорливый человек, достаточно гибкий, то есть, ну, по сути дела, пытался действовать так же, как действовали, допустим, те же Балатоковые, или там, допустим, Атажукин и Сламби именно, да, то есть, ну, как бы, сохранение собственных территорий через союз с Россией, и попытку встроиться в рамках российского государства, в рамках российского подавства, добиваться своих каких-то прав, автономии, то есть, понимая, что силы не равны, да, что их просто сметут. Он вот выступал за эту позицию. И, соответственно, он последовательно выступал за такую покорность России, не желая разорения своих аулов. А в мае 41-го года первым именно изъявил покорность России вместе с своим племенем, Саше Родом, вошел в состав джигетского приставства и подчинился владетелю Абхазии Михилу Ширвашидзе. И, как бы, таким образом, полностью противопоставил себя убыхам горным Берзековым. Генерал Анрэп сообщал, что Берзек Кернатух дал слово владетелю Абхазии Ширвашидзе за себя и за дядю, что убыхов не будет такого сборщика, которое было бы опасно покорившимся. И вот после принятия, как бы, он не зря вот это говорил, Берзек, потому что после принятия вот этого подданства на 41-м году на приеме у Анрэпа, убыхи разъехались очень возмущенные поступками Али Хана. Приведение к покорности джигетов и вот этих вот рода Аубла Приморского обрадовал очень туда император Николай I, что он там пожаловал генерала Анрэпа различными наградами. И полковника Муравьева возвел там генерал-майора, а Ширвашидзе наградил орденами и как бы отдельных князей там поблагодарил. Но это породило большой конфликт. И наметившаяся сдача вот этого убыхского руководства, вообще Берзеков, следующее, казалось бы, которое вот уже идет в руки русским войскам, начало вызывать массовые протесты убыхов. Это вот как раз тот момент, когда Берзек начал подумывать об этом, чтобы сдаться, начал переговоры вести. А население возмутилось этому все, начались протесты. И вот даже тот же генерал Анрэп записывал, что 20 мая убыхи, собравшись в значительном числе, арестовали покорившихся княздей Аубла Ахмета. То есть мы понимаем, что Берзеков тогда арестовали, вот этого Абла Ахмета, и Зураба Хамыша, и сверху несколько других лиц, которые были в переговорах с русскими войсками в укреплении Святого Духа. Соответственно, Берзек, как мы знаем, он перестал сомневаться, в общем-то, перешел на сторону народа и решил сопротивляться русским войскам. Что касается Аубла Ахмета, то его князей, вот именно Абла Ахмета и Зураба Хамыша, их в очень жесткой форме, скажем так, попросили отречься от присяги, данной русским. И что они были вынуждены сделать, и тогда только их освободили из-под ареста. И, в общем-то, с тех пор Аубла Ахмета начал уходить в историю, то есть дальше упоминания о нем практически исчезают, а давлять начинает именно Берзекова. Одновременно Берзековы начали переговоры с шапсугами, абадзехами об образовании этого нового союза и подготовке восстания. И, собственно, рота Аубла и его аулы вошли в это объединение. По всей видимости, Аубла Алихмед не дожил до конца войны из-за своего преклонного возраста. Что касается самого общества Саджа, большинство из его представителей предпочли после Кавказской войны выселиться в Османскую империю, как, в общем-то, выселяли все абазины, убыхи. Ну, вся эта территория всего этого района, все его жители. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки, пообщаемся в комментариях насчет вот этой темы, разобьем ее давайте. Делитесь с друзьями и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok